Добрый день еще раз всем! Возвращаемся к матчу ESL1 У нас азиатский дивизион, у нас четвертьфинал И второй матч катки Best of 3 между MVP Phoenix и Signature Trust Первую игру MVP Phoenix выиграли с солидным преимуществом Спектра в составе команды Signature Trust совсем не была реализована И соответственно MVP додавили Додавили минут за 30, ну в принципе по всей карте все время имели преимущество Это преимущество до своего логического завершения довели На данном этапе MVP Phoenix уже взяли Бэтрайдера, Скайросмага, Шейкера и Снайпера Со стороны команды Signature Trust, Тролльварлорд, Акс, Даззл и Леон Ну и по последнему пику Даззл и Акс наверняка отправятся у нас в сложную И не дадут жизни там последнему керри, которого команда MVP Phoenix себе заберет И которая отправится у нас в паре вместе с Шейкером и Скайросмагом Снайпер наверняка отправится на мидлейн Будет стоять там против... Вот против кого будет стоять снайпер, сейчас выясним Против Зевса будет стоять у нас снайпер А со стороны команды Signature Trust я думаю Тролльварлорд вместе с Леоном отправится вниз Ну, 2-1-2 будет Схема, схема рабочая, схема в принципе вполне реализуемая И Signature Trust в прошлой игре Хотели до верного за счет Спектры все сделать Теперь за счет Акса и Даззла Не на лейту, а на ранние этапы Рассчитывает у нас команда Signature Trust Ну и последним пиком для MVP Phoenix залетает Вайпер Вайпер будет, как я понимаю, фармить в легкой линии А вот теперь Акс и Даззл не такими грозными, мне кажется Бумбелл будет играть у нас на... Так, на ком на Даззле будет Бумбелл, Тролльварлорд Отходит для Лейклса Би забирает себе Леона Майпро будет играть на Зевсе в миде И Акс пятым героем для команды Signature Trust Со стороны MVP Phoenix Марш будет играть на Earthshaker Фэйби Фрок берет Вайпера Кио снайпером идет в мид Натс будет на Скайросмаге И Бэтрайдер отправится в сложную линию Ну я бы, конечно, при любом другом раскладе Поставил на начальный этап Signature Trust Их преимущество в начальном этапе Но с появлением Вайпера Теперь у меня действительно вопрос Сможет ли Акс у нас даже под опекой Даззла Что-то сделать на сложной линии Это действительно вопрос В любом случае Аба отправляется на Аксе в сложную Даззл должен где-то рядом с ним быть Сейчас Бумбелл раздаст людям варды Пробустит их на танго И пойдет Как я понимаю К Аксу Фень играет на Бэтрайдере в сложной Вот так вот Феби Фрог Пойдет фармить Марш будет Феби Фрогу помогать У Шейкера какой-то супер-пупер Набор здесь Онкоман Разве что пояс Рарное Где этот рарный пояс? Рарный пояс под названием Ни о чем продакшн В четвером стоят Игреки команды MVP Хотят забрать себе топ руну И наверное это получится Хотя смещаются вниз Видимо кто-то где-то спалился Но ни туда ни туда уже не успевают Поэтому надо как-то Решить что же все-таки заберет себя команда MVP А что отдаст Сигнетчат Раст Майпро скорее всего забирает баунти На нижнем лане Ну и здесь конечно же Кио тоже забирает руну Все для мидеров баунти отошли Команды отходят на свои лайны Феби Фрог фармит на Тролль Варлорде Феби Фрог прошлую игру отформил Переформил всех вообще в хлам полный Натс будет саппортить у нас Феби Фрога на Вайпере Скайрос Мак для Натса Кио в мидлейне И Нас сложно отправляется к Фене И сюда еще возможно придет Марша Возможно Марша у нас будет Переменным таким слагаемым Которое будет постоянно бегать по лайнам И не давать жизни соперникам Майпро на мидлейне против Кио Вроде бы начальный этап должен быть за Зевсом Там уже как пойдет Аба отправляется в лес Аба не пошел против Вайпера Где же там Дазл тогда? Дазл стоит на линии вместе с Лейкелсом Как я понимаю Да, Дазл у нас харасит К Феню постоянно Ну и топ лейн Просто для Фрифарма Вайпера Пока на Фрифарме у нас Вайпер Выходов ни на одну, ни на другую линию Я думаю не будет И уходит у нас со сложной линии Бэтрайдера И что теперь делать в четвером Непонятно Бэт взял второй левел Напалм есть Файерфлай есть Можно идти заниматься Мультиспаунами крипов Здесь уже дабл стак имеется Для команды MVP Так у нас зацепили здесь Майпро Фиссура неудачная От Марша В принципе по Майпро попали И все На этом ограничились СКО у нас на лоу хп КО проседает У снайпера вряд ли появится здесь ботл Зевс уже обузит ботл Ну и какой-то ну талисман Не лишним будет для Зевса Докупить Леон пришел у нас Получить экспириенс на топе Не подставляться А просто стоять Получать экспу В принципе не будет лишним Потому что Леон не нужен здесь Лейкер остается на фрифарме Тут не знаю Лесом может ходить команда Сигнейчит раз Ну не буквально Точнее не метафорично А буквально Ходить лесом Марш уже готов Выйти на Леона Леон это прекрасно понимает Вроде как прокликали у нас По Маршу Есть ли Вижен И откуда этот Вижен Ну здесь был Вижен От команды Сигнейчит раз Есть там в принципе варты Марша должны были видеть Марш еще и на хосте Хоста заканчивается В кусты Отправляется Леон Марш в общем-то Бесполезен будет далее Все хосты Уже нет Первого левела Шейкер Шейкер тоже на лайне Практически не появляется Увидим ли ФБ мы На сложной линии Команды Сигнейчит раз Леон не выходит из кустов Пошел проверить ФБ Фрок Где у нас Леон Леон получает Экспириенс Третий левел Прокликали Значит где-то Леон рядом Марш Пошел у нас искать Леона Ну и скорее всего найдет Соло правда Ничего ему не сделает Я думаю что Леон Еще может и развалять У нас Марша Подкоп пошел у нас От Би Би И бежать быстрее отсюда И Марш в кустах И надо сюда лететь В всей команде Надо этого Марша На место поставить Вообще Кио в итоге забирает Первый фраг Забирает у нас Зевса Знает прекрасно Би Что в кустах Находится Марш И бежать отсюда Шекер проседает Немножко от крипов Но в принципе Это не критично Уходит отсюда Мидлейн Закончился у нас Для Зевса Первой смертью 0-1 идет он Ну и Кио забирает Фестблат Это означает что Теперь у него Все великолепно Уже летит ему Фейсбут Еще и 200 сверху Для снайпера Есть банка Какая-нибудь могла бы Появиться На отхил Что-то По хп проседает Но здесь есть танго Хотя опять же Танго не сильно спасают Пытаются зацепить Здесь Би Нац Бежит у нас за Леоном Леон уже по Т2 Ну что Могут забирать игроки Команда мвп Первый тавр Четвертая минута Тавр хорошенько Так прохарасили Можно будет забрать Как дела у Акса 10 на 0 Крипстат Здесь в принципе Есть по-моему Трипл спаун Да так и есть Ну Аба отправляется У нас пока что На Кентавров Почему зачем Непонятно Ну ладно Это его дело В принципе Ну и летит ему Ринго Фриген Появятся Транквилы Можно будет и на Мультиспауна Направиться Какой умный курьер Выложил у нас Транквилы Так поймали у нас Майпро И Майпро на Кио Дальше идет Все в порядке Нижняя по Кио И еще бы один удар И можно было бы забрать Кио Отпивается Майпро Еще одна нижняя И можно было бы достать Нет Вижен пропадает И на 35 хп Уходит у нас Снайпер из файта Майпро на хэкграунд И бежать быстрее на линию Фармить Фармить Еще раз фармить Феби Фрок Настреливает по Леону Леону невероятно Больно Четвертого левела Леон Один тапок Ничего вообще Ни на хп Ни на какой-то Подхил не имеется Ну и Зевс Зевс уже на лайне Курьер полетел у нас К Леону Там уже Транквилы Как я понимаю Готовы у Леона Нет Еще не готовы Сейчас Будут готовы Транквилы Акс на мультиспауны Ну Такими темпами У Абы Даггер Относительно скоро Может появиться Если здесь Один-два Мультиспауна Еще Настакать ему Бумбелл Должен этим заниматься Бумбелл В принципе Его Атакаба Еще сейчас и развалится Грейв на него повесили Если сейчас Не крутанется у нас Аба Аба рассыпется Аба Отдается крипам Кому это надо было Зачем Странно Очень-очень Странная ситуация Поверил в себя Крипы в него Не поверили По итогу файта Просто потерял 120 голды У нас Аба Потерял время Теперь надо бежать От базы Ну побежал уже В лес Команды Сигнейч В свой лес Боже Побежал у нас Акс Трипл стак Для него имеется Но опять же Так как Аба У нас фармит стаки Себе дороже Одна смерть у него есть Но это одна смерть Понятное дело От крипов Так Ульта у нас пошла От Зевса Развалили шейкера На мидлейне У Майпро на хосте Можно еще и Кио Пытаться зацепить Здесь Аба опять сейчас Отдастся крипам Вот 100% Отдастся крипам Еще 2 удара И Аба развалится 30 хп у него Всего конечно Аба Бедовый какой-то Акс Такой ерунды Еще посмотреть надо Одна смерть уже Под Грейвом Сразу после Грейва У нас на Аббе была После этого Я смотрю Абу вообще ничего Не останавливает Нормально Все хорошо Ничего плохого Аба не видит В своих Своих Действиях 1300 в любом случае Насобирал На 7 минуте Нормальный показатель Транквилы только Выложил бы Если бы вообще Было бы идеально Уже перед смертью Я так понимаю Еще и Берсеркер Кол хотел провязать У нас Аба На всякий случай Потому что был шанс Развалиться здесь Вовремя отжал Ну и опять на базу Опять на базу Так поймали у нас Би Сразу же сюда Под сейф идет От Даззла Даззл прилетит В настоящий ад Здесь как и Лейклс Ну и могут догонять Натса Должны Лейклса нечем В принципе Подлететь Понятно Родновато Еще для Даггера И Натса Отсюда улетает Все Не нашли Здесь Скаря Смага Потеряли только Леона В итоге Ничем не разменялись При этом Еще и Тауэр Потеряла Команда Сигнечит Раст MVP давят по золоту Полторы тысячи По экспириенсу Сигнечит Раст 800 выигрывает Матч отправился На нижний лайн Ушел отсюда Тролль Варлорд Лейклс отправился Фармить на топ У него есть Уже фейсбут Доминатор есть Ну и На морде маски Имеются деньги Так Акс опять Проседает по хп Зевс проседает по хп На мидлейне Кюон На 30 хп Уходит из файта И Акс опять Отдается Крипам Выкупается Зевс У нас Ультанул Все Развалили Снайпера Не зря Выкупился Акс еще Осталось только Выкупиться Акс Две смерти Уже от нейтралов Чушь какая-то Полнейшая Чушь Купи Купи Боттл Я не знаю Купи Хилинг Селф Оно как раз Будет того и стоит Только ты будешь нормально себя чувствовать Ну наверное сейчас Может быть Акс себе позволит что-то подобное Где транквилы Еще и транквилы Где-то в лесу валяются Отлично Вот бы команда МВП знала об этом Аба пошел за своими транквилами Сделали Еще один стак Ему Продолжение Сумасшествия Кфени Отходит у нас уже Во вражеский лес Здесь сразу Три героя Команды МВП Могли бы в принципе И напасть Хотя Кфени Проседает по ХП Но есть у него Даггер Есть у него Лассо Файрфлайт В откате правда Прилетает Сюда Леон Акс продолжает Фармить Крипов Там Квилы Выкладывает Ну так да выкладывается Я думаю что транквилы В принципе его В никуда тойдут Но в любом случае До Даггера 400 остается еще Фэби Фрок Уже подпушивает Т2 У него Практически готова Мека Осталось только Накопить немного Тут 150 на рецепт У Кьюом На снайпере Уже имеется Мордип маски Есть фейсбут Сырингов Аквила До рецепта 30 копеек осталось На Масков Мэднес У Бэтрайдера Мы видели что У Шейкера Мы видели что У Скайра Смага Ничего И мы тоже Это видели Фиссура пошла От Шейкера По Леону Леон горит Здесь и от Бэтрайдера Скорее всего Отвалится В любом случае Забрали Шейкера Забрали Бэтрайдера Лейкелс Пошел настреливать По Кьюо Вайпер Врывается в файт Бумбела забирает Но и Фэби Фрок Здесь тоже Скорее всего Отвалится Даблкилл для Майпро Хотя Майпро Здесь умирает А как Майпро А Майпро Потом уже умер Собственно Дотикал у нас За счет яда 3 в 3 разменялись 5-9 счет Все это в пользу Команды Сигнейчат Раст Ненамного Но тем не менее Кьюо в файте Оказался живым Кьюо Он насобирал себе Экспириенс Все у него хорошо По Золо Тут тоже в принципе Нормальные дела идут Давайте глянем На графике На втором месте У нас снайпер Делит его Вместе с Лейкелсом И первое место За Феби Фрогом На Вайпере 11 минут сыграли По Золоту 3000 МВП По Экспириенсу 500 Тоже в пользу Коллектива МВП Феникс Акс на Даггере Быстрее 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 За Бэтрайдером Поздно поджог Бэтрайдер делает Блинкаут И с файта уходит Тауэр должен рассыпаться Феби Фрог Здесь в принципе С нейротоксином Хоть и первого левела Но для Тауэра Это точно такая же Неприятность Как и для героя Потому как у Тауэра Лоу-лоу-лоу ХП Была одинокая попытка Бумбелла За Донайт Тауэр Фиссура от марша Неудачная Команда Сигнейчит раз Зажата Зажата абсолютно Тут у Акса Только-только появляется Даггер И Акс Честно говоря Не внушает мне доверия Только Каба На нем отыгрывает Вызывает очень много вопросов Ну Действия активной Сигнейчит раз Точно надо Какие-то Организовывать Все-таки По сполам У них Набор получше Здесь и Зевс С ультой И с верхней и нижней Здесь Леон С Раскастом У Леона Правда до Фингеров Дес Еще много осталось Здесь и Акс есть Который вокруг Может собрать И Дазл Лауе Дэмэдж Приличный Вносит Но я уже Молчу о Тролл Варлорде Тролл Варлорде Готовится врыв Абба уже готов Влететь В кого только влетать Фаби Фрога на себя агрит Мистик Флэйр под ноги И Абба рассыпается Абба под Грейвом Бежит У нас Фаби Фрог Плюет у нас В Леона Леон здесь скорее всего Разорвется Лейклса тоже ловят Власо Это даблкил уже Для Фаби Фрога Триплкил Для Вайпера И дальше погоня за Бумбелом Должны ловить У Шейкера есть Фессура Ну и ультракил Фаби Фрогу не дали Просто забрали четверых Уходит Зевс У нас из данного файта И как-то Ситуация Очень сильно Похожа на ГГ Сигнейча Траст Выглядят Беззубо На фоне Команда МВП Феникс 5000 Только сейчас Не считая Снесенного Тавра И по экспириенсу Полторы тысячи Да Какие полторы Три тысячи уже В пользу команды МВП Феникс Снесли всю Т1 линию У самой команды МВП Феникс Тавра стоят Практически Нетронутыми По всей карте Чем пушить Сигнейча Траст Непонятно Чем убивать Команде Сигнейча Траст Своих оппонентов Тоже непонятно Тролль Варлорд Вроде бы и боец Но там в лосо Сильно не повоюешь А разносить с руки Это не проблема Нормальный Раскаст От Скайросмага И там просто На 2-3 выстрела Вайпер По любой Вообще Из целей Зацепили у нас Леона Через Ассасинейт Разобрали Правда Бэтрайдер у нас Умер на Топлейне В итоге Файта Немножко в плюсе Акстали Сигнейча Траст Сигнейча Траст Проигрывает Уже на 8000 По золоту И чуть-чуть На менее Четверки Теперь по Экспириенсу У Майпро Который играет На Зевсе 1700 1600 Точнее на руках Поинт бустер Нет Войдстон Приобретает себя Майпро Будет выходить В Юл Я думал Есть смысл Как-то подсейвить себя За счет Поинт бустера Побольше хп И выйти в итоге В аганим Нет у нас Зевс решил Направиться В Юл Давайте тогда По артефактам Пробежимся Раз у нас Небольшая пауза Бэтрайдер После даггера Еще 1100 Имеет на руках Транквилы Пока что Не собирал себе Натс Бегает с урной У Шейкера 730 на руках Найдут Или не найдут Нет Никого здесь не найдут У Кио На снайпере После Яши А Яша После Мома Фейсбутсов Эквилы Еще 1150 На руках Фэбби Фрок У нас бегает С Мекой Яшей Рингов Басилу С Клаакой И может в принципе Выйти в пайп Вайперу ничего Это не мешает Это сделать Он топ 2 У нас на карте По Нетворцу И очень сильно Лейклс отстает Это топ 1 В составе команды Сигнейчат Расс Но это Тот кто Почти на полторы тысячи Проигрывает у нас Вайпер Ну что пошел у нас Врыв от команды Сигнейчат Расс Под Рошаном Марш Роскошнейший Вообще Роскошнейший Эхо Слэм Правда Марш у нас умирает Но умирает В ответ 2 игрока Команды Сигнейчат Расс Лейклс На хайграун Затащил вот туда Бэтрайдер Бэтрайдер сразу же Тепа аут И все Лейклса Да разобрали 2 в 3 подрались 2 байбека Правда От команды МВП Это означает что В плюсе В любом случае Будут Сигнейчат Расс Но Рошанта Отходит для МВП В МВП Выигрывали раньше Будут выигрывать позже И пойдут Сносить Тауэра И все это золото Собственно Отыграется Очень и очень быстро Хотя сейчас До 500 тысяч Их преимущество упало И до 3 с половиной По экспириенсу Тоже С четверки свалилось Их преимущество Опять же Роха для МВП А Эггис для МВП Феникс Все что отыграли В данном файте Игроки Сигнейчат Расс Все это в принципе Отправляется в никуда Лейклз бегает с Яшей Лейклз так быстро Рассыпался на Рошане Что страшно было смотреть Марш заходит у нас В спину Лейклз Можно его отрезать Нет даггера Нет даже ТП У нас у Тролль Варлорда Даже в кусты не убежать И не стпшиться Лассо будет Хотя лассу здесь не нужно Фессурой стопят у нас Лейклз Под ногами Сигфлеер Ну и Тролль Варлорд Просто умирает Забирает его Скайра Смаг У нас Скайра Смаг Идет 3.07 Как же запущено Все у команды Сигнейчат Раст Выходят на Мидлейн Сигнейчат Раста Здесь можно и на Т2 Пойти Кюо и Феби Фрогу Да остальным Все можно идти дефать Да прокликали Все кроме Кфени Отправляются у нас На Нижний лайн Кфени прилетает Бутс оф Тревел Значит в любой момент Можно приоритет И Помочь команде Т2 Сносить Тут разброты Шатания В составе команды Сигнейчат Раст Бегают по лесу Причем еще и по вражескому лесу Будут пытаться забрать Т1 на топ лейне Но здесь можно забрать Т2 И пойти на Т3 У всех всего достаточно У Вайпера есть Мека У Кюо куча демеджа Есть Аэгис Кюо тоже в принципе Нормально Может Таурам все раскалит Тейка им в максимум Хедшот в максимум Если придется драться Будет драться На мидлейн Выносит у нас Леона Ну и Кюо На снайпере Еще один фраг Вайпер забирает На нижнем лане Таур Со стороны Сигнейчи Ну и на топ лейне Разваливается Таур Команды MVP Это всего лишь Первая вышка Для команды Сигнейчи Трасс Забранная А вот MVP Уже четырьмя Таурами ответили У Фэби Фрога Нет ТП Как он собирается Отсюда уходить Неужели просто пешком Ну и отпустят Сигнейчи Трасс Не ведут активных действий Должны отпускать его Юл есть у Зевса Одиннадцатый левел Тоже для Зевса имеется У Снайпера появляется Сэнш К уже готовому Яше И Вайперу Должен уже прилететь Сэнжин Яша Да, у Вайпера Сэнжин Яша Мека Базилка Пауэр Трэдс Вроде бы немного Но это на 18-й минуте Поэтому Приличный При-приличный Вообще показатель Почти 10 тысяч Уже у Фэби Фрога На 19-й К концу 19-й минуты У Кио 9 с копейками Тоже показатели Отличные Давайте глянем По ГПМ Более 500 ГПМ В минуту Что у Кио Что у Вайпера Причем у Кио Кстати повыше Не могу понять почему Если Нетворс У Вайпера выше Сколько тут раз Снайпер умирал Два раза А Вайпер Снайпер Один раз 5-2 5-1 Даже не понимаю Честно говоря Что случилось Ладно В любом случае Фэби Фрог у нас На первом месте По Нетворцу И снайпер Совсем немного От него отстает Так Бэтрайдер В это время Забирает Тролль Варлорда Что ж Троллю Так не везет А Фул Раскаст Марш Дисейхо Слэм Не пожалел Ну да Смотрю Троля просто так Не разобрать Ну и Леона Забрали у нас На топе В это время 8-21 Сигнечит Раст Просто-напросто Сыпется По всей карте В любом составе Вообще В любой комбинации Игроков 7500 По экспириенсу МВП По золоту Они выигрывают У Сигнечит Раст 10 тысяч До 20 минуты Десятка Отличный Вообще Показатель Зевс ультанул У нас Забрали Шейкера Молодцы Фэйви Фрок Вместе с Бэтрайдером Гонит у нас дальше Акс Акс агрит на себя В принципе агрит На пустоту Нас на Бумбелла Бумбелла должен Разваливаться Флеймбрейком Сбивают ТП У нас Бумбеллу Ну и все Грейв оканчивается Бумбелла отправляется В таверну 4 на 0 Идет Скайра Смаку Кьюо 6 на 2 У Вайпера 5 на 1 Последний Т2 Для команды МВП Забирают его Можно идти на хайграунд Можно пойти на Роху Хотя нет Роха будет еще не близко Через 4 минуты Только Можно отхилиться И пойти на Наверное на хайграунд Перепак по Артефактам Огромнейший Лейклз до сих пор Не может собрать себе Сэнджин Яшу У Леона Вообще Полнейшая беда 1300 на руках Только Транквил У Акса Форстаф И Блинк Даггер Больше Ничего И ХП У Акса Всего 1100 Там Нечего Вайперу Вообще Сносить Зевс С Еулом Арканами 2200 На руках У Майпро Тоже не показатель У Даззла Один тапок У Даззл 0-4 Идет Опять Врыв у нас На Игроков команды Сигнетчат Раз Леона Должны здесь Забирать Без грейва Здесь Леон Потому как Некому было Вообще его Граевить Ну и Аббат Старается у нас Делать ТП аут Наверное Дадут Ну и Лейклз Улетит Не улетит Нет Флеймбрейк Никуда у нас Лейклз Не отпускает Даже не юзает На него Ни лассо Ничего в принципе Такого Эхо слэмы Вайпер страйки Все это Зажало команда А МВП понимают Что можно и попозже Все это использовать У тролля 0-5-2 И сказать бы Что там контрят Тролля Потому что Вот так получается Нет Тролля контрят Потому что Тролль у нас Слишком дофигища Себе по этой игре Позволяет Он постоянно выходит Очень далеко По нижнему лайну Не первый раз Это уже наверное Раз третий или четвертый На моей памяти Тролля забирают Просто так в соло Либо в соло Либо с каким-нибудь Архитичным Леоном Который Ничем помочь Абсолютно троллю Не может МВП Феникс Играют настолько хорошо Насколько Сигнейчи Траст Им позволяет С собой Играть хорошо То есть Корявенько В любом случае Сигнейчи Траст Реализует свой пик Даззл с Аксом В итоге у нас Просто в никуда Потому что Акс у нас Лесной Линию не загнали Но там свайпером Можно было попытаться Посоперничать Как-то Но Акс отправился В лес Умирать от нейтралов Умирать дважды От нейтралов У Акса Три смерти Две из них От нейтралов А так Акс В принципе Красавчик 1800 Есть на руках Транквилы Форстаф Блинк Даггер Для Акса И полетел Сейвить свой Ботом лейн Потому что уже К Т3 Крипы поджимают Постепенно Постепенно Но География для команды Сигнейчи Траст Обрезается Вплоть До хайграунда Только топ лейн Более-менее пропушен Лейкес Отправился на Эншентов Не по зубам Ему эншенты Двух драконов Может забрать Но надо будет Под сейв В любом случае Вот Дазда Или Аба Пусть танкует В принципе Лейкес Сохватает Уже золото На Сен-Жин-Яшу Но как я понимаю В БКБ Будет у нас Выходить Лейкес Но он действительно Очень часто Умирает От одного Нечастного Мистик Флеера Да и Марш Нормально В него раскастовывается Видимо это надоело Лейкес готовится Выйти в Блэккинг Бар Митрилхаммер Уже приобрел У Шейкера Есть Даггер Значит Марш Не так-то бесполезен Как казалось Фени С Даггером С Форстафом Бутс оф Тревел 450 сверху Еще и отвечает У нас за Гемы Бэтрайдер Ульта от Зевса Проверить Проверили У снайпера Уже имеется Два ультимейта Рба Совсем немного Остается до скаде Под смоком Фени Врывается у нас На Леона Леона должны забирать Или сам Фени Заберет у нас Леона Перетягивает его Мистик Флеер Не достается у нас Би Но в любом случае Забрали 10-25 И дальше идет Команда МВП Кио Чуть-чуть Совсем до скади У Феби Фрога Есть уже Виталити Бустер Есть Огрклаб Что за странный Набор артефактов В Курьере Ничего Не лежит Для Вайтера Рошан Появился Кио Очень смело Врывается у нас На Роху В принципе Сейчас Роху Заберут Можно Аквилу Продавать Покупать себе А ее в скаде Вообще не проблема Ну и ТПшечку Принести Чемкио Стоит на Рохе И в соло Его валит Ульта от Лейклса Пошла Где это Кстати Это просто Подсейвить Майпро Майпро Здесь забирает Убивает у нас Майпро Дальше погоня За абой Бежит за ним Нацу Наца нет Мистик Флеера Был бы Развалили бы Ну и бегут Лейклс Без маны Опять драться Где ты ману Вообще Свою оставляешь Лейклс Как происходит Что за жутчайшая Игра у нас У Лейклса Наца зажали Скорее всего Заберут Агрит на себя Фени Аба Ну и Калин Блейд От Абы Двоих смогли Разобрать Потеряли только Зевса Игроки команды Сигнетчат Раст Это было на нижнем лине Скади Для Кио И Аегис Тоже у нас Для снайпера Снайперу не нужен ПТ ТП точнее С собой У Марша Есть два Если что Если что Выложить Не очень Понятен Мув У Бумбела Имеется Медальон На кого его Изать Этот медальон На снайпера И сразу Умирать Бумбел Между трех Сосен Спрятался И ТП Аут Как можно Быстрее По золоту MVP Выигрывает 14 тысяч По экспириенсу Они побеждают На 9 тысяч Своих Оппонентов Леона В мистик флеер Поймали Ну и здесь Натс Шестой килл Уже делает На данный момент На карте Как далеко У нас Вытолкнули Лейклса Как это получилось А это просто Прыгнул у нас Бэтрайдер Сначала на дагере Потом еще Фортстафнул Тролль Варлорда Власо Ну блин Это просто Избиение Команды Сигнейчит раз Я даже Толком не понимаю Что здесь Комментировать Особенно Ну поймали Убили Поймали Убили Поймали Убили Ничем Солидным Сигнейчит раз Не отвечают Только потому Что не могут Уже ничем Ответить Они В абсолютной Заднице По экономике Та же история У них По экспириенсу На 27 минуте Слишком сильно Проигрывают 14500 Для снайпера И 10500 Для Лейклса 4000 Перефарма Ну Тролль Очень нуждается В артефактах Утроля этих Артефактов Толком нет БКБ На подсейв И Яша На дэмэдж Все Больше ничего Хелм оф доминатор 20-ку дэмэджа дает Опять же Тролли у нас Из лассо Не выходят Вообще Вайпер Вместе с КО Очень просто С ним Разбираются БКБ БКБ для Вайпера И БКБ Для Акса Еще один Пассажир На Лассо Снайпер Снайперс Процент Тим 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 Вайп Со стороны МВП Все живы Не решается Если в начат Раз дальше Портить себе Нервы Пишет ГГ Поздравляем МВП Они выходят В полуфинал И попадают На Тим Малайзия Это ЕСЛ1 Напомню Еще раз И у нас Плей-офф Бест-офф Три Малайзицы Дождались Своих Компонентов Что Пока что Сейчас Не переключайтесь Небольшая Информация Глянем Что там У нас По матчам Как там Клауд-найн Вместе С Ашерами Будут 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 19 по Киеву 19 по Москве У нас С9 Против Ашер А Тимкер Против Нипов Ну так И не Осветили Время Время Будет анонсировано Позже Хорошо Европейская Сетка Через час Хер против Клауд-найн Я понимаю Последний матч У нас На сегодня Самый интересный Best of 3 Вообще Игрового дня Ну а все остальное Уже начнется Завтра С 12 Сет Это с 13 По Киеву И Москве Азиатский дивизион Rave Underminer Ладно Хорошо Ждем Тогда Через час Включаемся На Хер против Клауд-найн Рубилова Будет Жесточайшим Зовите Друзей Знакомых Всех Зовите К экрану Будет Интересно Будет Ярко А пока что Подводим итоги MVP Phoenix Выходят у нас В полуфинал Ну и Малайзия Тоже сегодня Вышли в полуфинал Там им собственно И место Услышимся через час Напомню еще раз Это студия Игрокам ТВ Микрофон А друг Меньше играйте в доту Больше читайте книг До 7 вечера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok